В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Внеочередное заседание Совета депутатов прошло в администрации Ленинского городского округа. Данный перечень будет уточнен исключительно при заключении застройщиков договоров о комплексном развитии территории. Представители бизнес-сообщества муниципалитета отметили День предпринимательства. Появление этого профессионального праздника означает о том, что и для государства, и для жителей нашей страны данный праздник очень важен. В историко-культурном центре новая экспозиция «Россия глазами детей». Я вам желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место этой большой и красивой мечте. Состоялось 48-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На нем побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Исполнение бюджета, изменение земельного налога, поправки в генеральный план округа. На 48-м внеочередном заседании Совета депутатов стояло немало важных вопросов. Первый заместитель главы администрации Альберт Грабин озвучил планы по приватизации муниципального имущества. В частности, он отметил, что изменится юридический статус ряда подразделений и служб муниципалитета. Два муниципальных и унитарных предприятия, а именно архитектура и градостроительство и управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства, предлагается их соответствующая реорганизация. А именно, ну, архитектура и градостроительство будет, собственно, преобразовано в общество граничной ответственностью, и управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства будет преобразована в акционерное общество. И в той, и в другой формы 100% акционерам уже неучредителем будет администрация Ленинского городского округа. Депутаты внесли изменения в земельный налог, который собирается на территории муниципалитета. Эта мера прежде всего направлена на поддержку предпринимателей. Представление данных льгот разработано в соответствии с теми обращениями наших организаций с санкционными действиями недружественных государств и предложено данные льготы принять. Пристальное внимание народных избранников было направлено на изменение генерального плана округа применительно к поселку Ленинский и деревне Сопронова. В соответствии с градостроительными концепциями, которые были одобрены градостроительным советом Московской области, планируется увеличение нового жилищного строительства в поселке Ленинский до 606 850 квадратных метров и в деревне Сопронова общей площадью 277 595 квадратных метров. Альберт Гравин пояснил, что это строительство позволит реализовать планы по расселению из ветхого жилья и послужит толчком для развития дорожной сети и социальной инфраструктуры на этих участках. Данный перечень будет уточнен исключительно при заключении застройщикам договоров о комплексном развитии территории. Инфраструктура запланирована в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования Московской области. Также депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся деятельности контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа и комиссии по ликвидации Совета депутатов сельского поселения Молоковская, связанной с объединением в городской округ. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В сентябре в России пройдут выборы. 23 мая началось предварительное голосование за кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия». В Ленинском городском округе осенью состоятся до выборов в Совет депутатов муниципалитета. Три народных избранника 1-го, 24-го и 29-го избирательных округов досрочно сложили полномочия. Голосование за кандидатов от партии «Единая Россия» проходит в онлайн-формате. Вся процедура максимально открыта, прозрачно, так как основывается на технологии блокчейн. Предусмотрена дополнительная защита аккаунта избирателей, исключено двойное голосование. Вся процедура занимает 5 минут. Избирателю необходимо иметь подтвержденную запись на госуслугах, зарегистрироваться, пройти верификацию, получить электронный бюллетень и сделать свой выбор. Сегодня последний день регистрации, а сделать свой выбор можно до 29 мая включительно. Для людей старшего поколения в офисе партии «Нашкольный-17» предусмотрены компьютеры с выходом в интернет. При необходимости сотрудники отделения помогут и объяснят, как работать с сайтом. «Сделала я свой выбор, осознанный выбор. Кстати, наша партия, именно Россия, единственная, кто проводит перед выбором вот такие вот предварительные голосования. Считаю, что это все правильно, потому что люди могут познакомиться, узнать, действительно посмотреть и прийти уже осознанно, когда будет голосование. И очень удобно, что вот такая система голосования. Спасибо большое нашим ребятам, которые работают во сполкоме, которые делают все для того, чтобы нам было легко, удобно делать свой выбор». На сегодняшний день участие в голосовании приняло порядка 700 человек. Впереди еще два дня для того, чтобы выбрать своего кандидата. Ознакомиться с претендентами на места в Совете депутатов можно на сайте pg.er.ru. Там представлены их биографии и программные намерения. День российского предпринимательства в стране отметили 26 мая. Представители бизнеса Ленинского городского округа встретились в музее-заповеднике Горки Ленинские. Гости праздника получили заслуженные награды из рук первых лиц муниципалитета и обсудили планы развития предприятий. Более 80 самых активных предпринимателей встретились в свой профессиональный праздник. Сами про себя говорят выходных не бывает, поэтому такое мероприятие – хорошая возможность не только обзавестись новыми знакомыми, но и отдохнуть. В этот день многие из гостей получили членские билеты торгово-промышленной палаты, в их числе Екатерина Лысенко. Девушка руководит образовательным центром. С стороны торгово-промышленной палаты идет колоссальная поддержка бизнеса. Я чуть больше года получаю в торгово-промышленной палате, и на самом деле даже и лично, и бизнес вырос очень сильно, потому что по любому моменту, по любой инициативе тебе идут навстречу. Ты действительно – это какая-то прямая ниточка к органам власти, с которыми можно взаимодействовать. С праздником гостей поздравили глава Ленинского городского округа Алексей Спаский и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Представители крупнейших организаций и индивидуальные предприниматели получили благодарственные письма от администрации муниципалитета и народных избранников. Предпринимательство для Ленинского округа невозможно недооценить, невозможно переоценить. Мы говорили о том, что субъекты малого, среднего бизнеса, которых у нас практически 15 тысяч, будем так говорить, уже округлять, и в которых работает 40%, вдумаются в эти числа, работоспособного населения округа – это, по сути, это армия, да, это колоссальное количество. И мы понимаем, что все эти люди, они ежедневным трудом создают какие-то продукты, услуги. Это все то, что делает нашу жизнь уютной, понятной, приятной. Пожелать вам всем, ни в коем случае в сегодняшнем времени не унывать, верить в себя, в своих близких, в свой родной город, в округ, и тем более в страну. Все явно будет, я уверен, поправиться и будет даже лучше. Конечно, хороших, доброжелательных отношений с налоговой инспекцией, благодарных клиентов, да. Ну и, конечно, процветания вашему бизнесу. С праздником! Микро, малый и средний бизнес обеспечивает работой 31 тысячу жителей Ленинского городского округа. Почти 40% предпринимателей занимаются оптовой и розничной торговлей. 23% фирм работают с недвижимым имуществом. В прошлом году наш муниципалитет стал лидером по приросту субъектов предпринимательства в Московской области на 10 тысяч населения. По бизнес-климату Ленинский городской округ занимает восьмую строчку в рейтинге региона. Таким образом, местных коммерцантов можно назвать одними из самых инициативных в области. А деятельность торгово-промышленной палаты муниципалитета – одной из самых эффективных. Появление этого профессионального праздника означает о том, что и для государства, и для жителей нашей страны данный праздник очень важен. Потому что поддерживать бизнес в этой ситуации очень важно. Бизнес – это драйвер экономики российской сегодняшней ситуации. Особенно сейчас, когда сейчас так сложно складываются события в нашей стране. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Ленинском городском округе продолжает расти число малых и средних предприятий. А те, кто в бизнесе уже не первый год, поддерживают новичков и с уверенностью смотрят в будущее. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Многие с нетерпением ждут весны, но в придачу к теплой погоде в лесах просыпаются клещи. Безобидный поход на природу может закончиться укусом этого животного. А если он заражен энцефалитом, то проблемой вовсе не оберешься. Но у людей есть способ себя защитить. Элементарная прививка – гарантия ваше успокойствие. О том, где ее сделать и кому показана вакцинация, расскажет Юлия Погосьян. Энцефалит – тяжелое заболевание, вызывающее воспаление головного и спинного мозга. Заразиться им можно от банального клеща. Попадая в организм, вирус поражает нервные клетки человека. Высокий процент летальных исходов. К сожалению, по заболеванию порядка 25-30% при выявленном и подтвержденном диагнозе являются летальными. Поэтому самым основным моментом и важным моментом с целью профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Вакцина «Энцевир» обычно делается один раз в два года. Как детям, так и взрослым. В подразделениях Видновской районной клинической больницы пока в наличии препарат только для совершеннолетних. Укол однофазный. Выработка антител начинается через две недели. Записаться на прививку можно у терапевта. Противопоказаний крайне мало. Направление дается после осмотра врача. Каждый гражданин в застрахованной системе ОМС имеет право бесплатно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Данная вакцина поступает во все подразделения Видновской районной клинической больницы как раз-таки в момент начала прививочной кампании. А стартует она в марте. Именно в то время, когда клещи просыпаются и начинают наносить вред здоровью человека. Несмотря на всю опасность, которую несет за собой животное, люди в большинстве своем пренебрежительно относятся к прививкам. Зачем? У нас и так столько прививок. Куда еще прививки эти делать? Нет. Не нужна совсем. Мне лично нет. Я не делала, не кусал. Ну, я уже поздно делать, когда укусили. Ну, естественно, да. Почему не было желанненько сделать? А я не хожу в лес никогда. Поэтому я и не делаю. А если бы ходила в лес, сделала бы. Я делал в свое время перед походом. Но это было в Сибири, потому что там был энцефалит. А здесь что делать? От какой тут энцефалит? Симптоматика от заражения вирусом энцефалитного клеща осложненная. Лихорадочное состояние, температура, которую невозможно купировать. Интоксикация организма, сильные головные боли, судороги, светобоязнь. В таком состоянии человек себя уже не контролирует. При укусе клеща и первых подозрениях стоит обратиться в травматологический пункт. В Ленинском городском округе он находится в амбулатории Бутова парк. Клеща, которого снимают в травматологическом пункте, мы отправляем на лабораторную диагностику, чтобы выявить, является ли данный клещ возбудителем этого заболевания. Успокаивает одно. В Ленинском городском округе с начала сезона клещей именно энцефалитных не выявлено. Однако в Московской области есть территории, где опасных животных с избытком. Независимо от наличия прививки, врачи советуют бережнее относиться к своему здоровью и, идя в лес, надевать светлую одежду, чтобы на ней можно было легко заметить клеща и максимально закрывать открытые участки тела. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ. Во Дворце культуры города Видное состоялся финал интеллектуальной игры «Думай, знай, познавай». На заключительном этапе соревнований встретились пять команд из образовательных учреждений Ленинского городского округа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Интеллектуальная игра «Думай, знай, познавай» в муниципалитете проводится с 2014 года. В ней принимают участие школьники и студенты из образовательных учреждений округа. В формате викторины ребята отвечают на вопросы по разным темам. В сентябре 2020 года в АПЛ был сыгран матч, в котором Манчестер Юнайтер в спинальте забил гол. Благодаря его особенности он стал первым таким голом за всю историю футбола. Произошло это из-за системы ВАР. Что такого особенного было в этом голе? На протяжении всего этого времени команды настолько знают, как проходят и финалы, как проходят и игры. То есть у каждой команды есть своя тактика. Этой тактике они придерживаются. Эта тактика является огромным достоянием, потому что по факту они воспитывают в себе управленцев, менеджеров. В этом сезоне в течение трех месяцев было сыграно 12 игр. В финале интеллектуальных соревнований встретились пять команд. Сейчас, конечно, больше преобладают гуманитарные дисциплины, но преимущественно в рядовых играх. Там были и химия, там была и физика, там была и математика. То есть все то, что ребятам пригодится. Тема используется ЕГЭ. В буквальном смысле слова восьмиклассники отвечают на тему ЕГЭ. Учащийся в Видновской гимназии Константин Вержбицкий рассказывает, что на прошлом чемпионате его команда дошла до финала, но заняла только четвертое место. В этот раз ребята надеются только на победу. Мы примерно понимали, поскольку у нас был опыт предыдущего финала, какие будут вопросы на этом и какие будут темы. И поэтому решили просто повторить эти темы полностью. То есть, к примеру, повторили все олимпийские виды спорта, там все соревнования, которые только могут быть. Повторили литературу, которую нам заранее сообщил организатор для всех команд. Полностью прочитали, выучили, вызубрили. В соревнованиях разыгрывается два кубка. Основной его присуждают по итогам чемпионата. И специальные, посвященные знаниям правил дорожного движения. Наша коронная тема – это правила дорожного движения, поскольку мы давно этим занимаемся, давно практикуемся. Это довольно практичная тема, она пригодится в реальной жизни. Эти навыки необходимы каждому человеку в нашей стране. В чемпионате 2022 года удача была на стороне Видновской гимназии. Ребята, наконец, заняли долгожданное первое место. На втором – седьмая школа. Замыкают тройку лидеров – девятая. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Виднет. В преддверии Дня России, Дня защиты детей, в Историко-культурном центре открылась новая экспозиция. Подготовили ее наши земляки, юные, талантливые художники и их преподаватели. В Историко-культурном центре новая яркая экспозиция «Россия глазами детей». Здесь представлено более ста художественных и более 60 декоративно-прикладных работ. Причем самому младшему художнику всего пять. Классическая живопись, лина, гравюра, монотипия, афорты, батик, граффити, текстильный дизайн, смешанные техники – чего здесь только нет. Вы, дети, молодцы, потому что у вас буйство красок. Я вам хочу пожелать одно – сохраните это чувство на всю жизнь. Что бы ни случилось в жизни, надо очень позитивно относиться к этим событиям. Надо уметь радоваться жизни. В ваших работах чувствуется какая-то такая теплота особенная и душевность. В них есть место мечти. Я вам желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место этой большой и красивой мечте. Студия изобразительного искусства фантазии из культурного центра поселка совхоза имени Ленина представила интересные эскизы авторской одежды с декором, стилизованным под народное творчество. Нужно было не просто изучить народное творчество, но чтобы каждый выбрал то, что ему очень понравилось, и попробовал преломить через свое видение. То есть подумал, где можно это применить, как можно это изменить на современный лад, чтобы постепенно бренды нашей одежды тоже имели свое какое-то яркое воплощение в каких-то стилистиках. Свои работы также представили ученики Видноского художественно-технического лицея, детских школ искусств муниципалитета и творческих студий Центральной библиотеки города Видное. Я очень люблю писать акварелью. Для меня акварель – это один из самых простых материалов. Он очень легкий, и когда я рисую акварелью, я могу расслабиться. Есть на выставке и работы наставников юных дарований. Преподаватель Винновской детской школы искусств Юлия Остраумова показала восемь необычных ярких картин в смешанных техниках. Идет отливка из трафарета. То есть я заказывала на плотере, на плотерной резке, мы заказывали трафаретики разные, то есть антивандальная наша поклевочка идет. И все выпукло, как видите, папоротники. Тут вот попугаи яркие. Также у меня представлена работа по классическому батику. Ученики Юлии тоже отличились. Для выставки они выбрали свои картины в стиле граффити. Мы решили как-то вот взять, купить баллончики, распылить, расписать с трафаретами. Это все сделали. Это было очень увлекательно и интересно. Словом, каждый гость выставки во всем этом многообразии красок, стилей и направлений найдет что-то по душе. Экспозиция будет открыта до 26 июня. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно это. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин